Главное качество для руфера это гибкость и пластичность. И здесь, конечно, нет равных кошке, которая руфер от природы. А вот человеку, чтобы спокойно гулять по крышам, требуется определенная физическая подготовка. Иначе это может быть крайне опасно. Балансируя на высоте 660 метров, новосибирские любители экстрима покорили второе по высоте здание в мире. А это уже петербургские руферы. Перед ними оказались беззащитные крыши Эрмитажа, Адмиралтейства и другие исторические памятники. Ростовские искатели приключений завоевывают менее внушительные высоты. Не из-за нехватки мастерства, а из-за отсутствия высоких зданий. Василий Гриненко побывал на крышах городской администрации, театра Горького, Госбанка и даже забрался на Стеллу. Это превращается в такое небольшое приключение. Если обычный дом, как обойти консьержку, охрану камеры, как попасть на эту крышу, если там дверь закрыта, выбраться на балкон, с балкона как-то на крышу. Если это сооружение, где-то охрану обойти, еще что-то. То есть это такое небольшое, как квест. Руферская тусовка в Ростове напоминает закрытый клуб. Новичков не принимают видео и фотоотчеты с вылазок для узкого круга зрителей. Как правило, руфер – это далеко не праздный беспризорник, а молодой человек от 16 до 25 лет. Студент или житель большого города с высшим образованием. Все как один говорят, что любят наблюдать за жизнью города с высоты. Возможно, ищут романтики, возможно, решают внутренние проблемы. Человеку необходимо ощущать хотя бы периодически чувство того, что в его жизни происходит что-то необычное, что позволяет ему возвыситься над рутиной текущей действительности. Человек о себе думает, какая он необычная, уникальная личность. То, что позволяет ему в своей жизни достигать карьеры, достигать каких-то творческих успехов. Чаще всего это подростки, которые хотят совершить подвиги. Они же больше всех и травмируются. Ежегодно в России от опасного хобби страдают тысячи человек. Таким героям-скалолазам не рады даже сами руферы со стажем, которые, прежде чем покорить очередную крышу, упорно тренируются. Говорят, увеличение штрафа за руфинг – правильная мера. Люди раньше лазились и сейчас будут лазить. Просто сейчас будет больше отсеиваться тех, кто неопытен, кто не так сильно горит этим всем. И будут оставаться только те, кто реально занимается этим, можно сказать, в кавычках «профессионально». У кого есть реально сильное стремление, желание. И как-то будут более аккуратны, более осторожны, потому что все-таки будут по карману очень сильно бить. Профессионалы дела уверяют – это должен быть осознанный выбор взрослой личности. Для родителей нестандартное увлечение чада любого возраста практически всегда стресс. И любые меры, помогающие хоть как-то обезопасить руферов от небезопасного увлечения, взрослыми приветствуются. Вот это как раз, по-моему, основная задача педагогов – сказать, что вы, дети, не должны смотреть, как делают какие-то элементы, каскадеры, чтобы их не повторяли. И понимать, что если произойдет трагедия, то это будет боль для всей семьи. Здесь главная роль – это родители. Это родители. В первую очередь дети все берут от нас, и только внимание родителей к детям даст какой-то результат. Кстати, благодаря крупным штрафам руферское движение в Европе и США не развито. Например, в Нью-Йорке штраф может достигать 500 долларов, а в Дубае за руферство можно даже сесть в тюрьму на три месяца. Юлия Карасюк, Сергей Вишняков, Станислав Фоменко, Юрий Бабенко. На Дону.